На неделе Джо Байден официально выдвинулся на второй президентский срок. Как ожидается, его главным оппонентом и на этих выборах станет Дональд Трамп. Гонка еще не началась, а республиканец и демократ уже обменялись любезностями. Трамп заявил, что было невозможно представить, что Байден даже подумает о выдвижении после его злополучного президентства. А нынешний глава Белого дома в своем предвыборном ролике пообещал бороться за душу нации, которые, мол, угрожают республиканцы и сторонники Трампа. Но такая дискредитация оппонентов вполне ожидаема. У Байдена нет возможности сосредоточиться на позитивной повестке. Ведь ситуация в США остается, мягко сказать, непростой. Инфляция, банковский кризис, неполадки на внешнем контуре. Буквально на глазах Штаты сдают позиции и теряют союзников. Но это далеко не единственная проблема Байдена. Его политические амбиции не разделяют избиратели. Согласно опросам, которые были опубликованы на неделе, 70% американцев считают, что Байдену не нужно идти на второй срок. В целом рейтинг главы Белого дома оставляет желать лучшего. Ему доверяют 37%. Это крайне низкий показатель и редкость в американской истории. Но многие пеняют на возраст. В Америке был всего лишь один кандидат в президенты старше Байдена, которому сейчас 80%. Если он снова выиграет, то президентский пост покинет уже 86%. Возраст действительно солидный, даже с оглядкой на эйджизм. А что будет дальше? Уже сейчас у Байдена было несколько серьезных медицинских проверок. Их результаты вызывают вопросы. Но, тем не менее, демократическая партия решила, что он вполне может оставаться таким же активным участником американской политики. А сам Байден считает себя мужчиной в самом расцвете сил. Так он прокомментировал вопросы и опасения, связанные с его возрастом. Ну и раз пошла такая тема, то ради справедливости отметим, что и Трамп немногим младше Байдена. Ему 76. Так что здесь республиканец и демократ идут, ну, плечом к плечу, что называется. Но с другими цифрами Трампу пока везет все-таки больше. Несмотря на судебные проблемы, он обходит Байдена по популярности. Впрочем, мерятся рейтингами, в этом случае антирейтингами. Американским политикам не привыкать. И это станет отличительной особенностью предстоящей предвыборной гонки в США, отмечает эксперт. То, что будет происходить на выборах в США, будет абсолютно уникальным. Это будет битва антирейтингов. Здесь вопрос заключается в том, чтобы вас не любили больше. И вот в этой ситуации мы выходим на расклад примерно 50 на 50 в пользу Байдена и в пользу Трампа. И здесь уже как бы решающий момент, это будет тот самый административный ресурс. В качестве маленькой сноски Трамп является единственным республиканским кандидатом, единственным сильным республиканским кандидатом, у которого Байден может выиграть. Поэтому великолепное технологическое решение, которое было осуществлено командой демократической партии, это сделать так, чтобы единственным кандидатом на нынешнем этапе в республиканской партии мог бы быть Трамп. Это судебное разбирательство, Трамп гонимый. Никто его никуда не посадил. Да, но в комнате перед предварительными слушаниями он провел. Его сфотографировали, пальцы сняли. И этим обеспечили ему краткосрочный рывок в числе других кандидатов. Десантис снялся, больше никто не выдвинулся. Но в долгосрочной перспективе вот эти вот судебные процессы, они будут играть точно совершенно против Трампа. Потому что будут стоять все новые и новые факты. И в этом смысле мы, конечно, должны свыкнуться с перспективой, что мы будем наблюдать за спящим Джо еще 4 года, если у него хватит биологического ресурса. Но оставим пока возрастные проблемы. Нас больше интересует, как результаты выборов в США могут повлиять на мировой геополитический расклад. И чего ждать белорусам от этой возможной смены курса. Проконсультировались у российского американиста. Союзное государство должно жить своей жизнью и развиваться, как нам на то указали два наших президента и верховный главнокомандующий. В безопасном режиме, сдерживая некоторых наших не вполне разумных соседей. Соединенные Штаты в любом случае, в любом, кто бы ни пришел к власти, будут все дальше и дальше погружаться в пучину внутренней политики. Некоторая разница. Трамп скорее будет решать вопрос внутриполитический, отвлекаясь на внешнюю политику, когда ему нужно устраивать шоу. Нынешняя администрация, она абсолютно не способна решить хоть какие-то проблемы внутриполитически. Она даже не пытается этого делать. Это тоже, кстати, это абсолютно уникальная черта для американской политики. Нечто новое. Раньше такого не было. Раньше для американской политики главное происходит внутри США. Сейчас, ну, вообще не похоже, что они что-нибудь, что-то пытаются сделать. И они будут отвлекать внимание своего общественного мнения, своей общественности, значит, на какие-то внешние дела. Получится у них это? Получится. Потому что на сегодняшний день в Соединенных Штатах установлена полная монополия на средства массовой информации у правящей партии, то есть у демократов. Но я вынужден вас разочаровать. Я не вижу ни одного варианта, при котором Трамп победит Байден.